Друзья, я вас поздравляю. Опять понедельник, и опять мы с Альфредом Кохом для вас сейчас чего-нибудь споем, станцуем и повеселим вас. Потому что, как известно, наша задача веселить публику и создавать. Развлекать, веселить, создавать хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне. Вот Альфред Ренгольдич, например, написал, и у украинцев это должно порадовать, что очень в хорошем состоянии находится украинское ПВО. И это означает, что, возможно, один из самых важных козырей, который раньше был в руках у Путина, у российских агрессоров, а именно возможность атак на украинские города, выбьют из них из рук. Оценка состояния украинского ПВО как очень хорошая, это я ставлю на твоей совести. Но последний налет, когда из 75 дронов сбили 71, ну, это хороший показатель. Это хороший показатель. Такого, я, по-моему, не было еще ни разу. Такого уровня, это, по-моему, 95% сбивается. Такого уровня еще не было ни разу с начала войны у украинского ПВО. Ну, уровень очень высокий, потому что я помню прекрасную... И это, кстати говоря, в условиях самой массированной атаки, потому что в рамках массированной атаки очень сложно показать большие, хорошие результаты, поскольку радар должна сразу слеживать много целей, и это, в общем, непростая история. Значительно проще, когда там 5, 6, 10 ракет или дронов летит. А когда их 75, то обеспечить 95% сбития, это там, типа, уровень железного купола уже пошел. Ну, да, в свое время, я же говорю, что когда только начинались вот эти вот массированные ракетные атаки на украинские населенные пункты, многие специалисты, украинские специалисты, которые раньше служили, имеют опыт службы в войсках ПВО, говорили, что, ну, к сожалению, не бывает почти стопроцентного поражения. Нет, стопроцентного никто и не ждет, это понятно, да. Ну, и 95% это близкое к стопроцентному. Ты знаешь, я не буду, я догадываюсь. Но даже если 5 из 100 падает, то они, разумеется, причиняют разрушение, и жертвы могут быть, и так далее. Ну, и кроме того, военные эксперты говорят, что у российских вооруженных сил есть определенные проблемы с загрузкой вот этих самых ракет на корабли, после того, как флот был вынужден перебазироваться из Севастополя в Новороссийск. Не знаю, какого рода там логистические проблемы, но о них говорят. Ну, с ушей возить, это же не проблема. Пока не проблема. Пока, пока этот, такмак не взяли, это еще не проблема. А возьмут? Пока это не очень близкая перспектива. Когда летом еще казалось, что это реально, а сейчас, я думаю, что... Ну, судя по темпам продвижения, так сказать, на юг отработено, ты же видишь, как они двигаются. Ну, мы с тобой не военные эксперты, не будем дальше в этом. Ну, мы не военные эксперты, но мы можем догадаться, что пока они будут брать эти, так сказать, линии в Суровикино, там уже накопают новые, понимаешь? Поэтому до этого такмака еще 18 или 20 километров, самое близкое. Если продвигаться по 500 метров в месяц, то можешь посчитать, сколько тебе еще идти до такмака. Ну, хорошо. А какие у нас ожидания относительно дальнейшей помощи, которые... Ну, вовращаясь к этому, я думаю, что надо всерьез подумать о том, чтобы поставить его под огневой контроль. Вот в чем вопрос. Это вот реально. Потому что уже сейчас до него точно добивают хаймерсы. Может быть, какие-то дальнобойные, так сказать, гаубицы, дроны и так далее, и так далее. Вот на эту тему я бы серьезно подумал. Потому что, ну, слушай, если это железнодорожный узел, то, значит, его можно разбомбить, если поставить такую задачу. Не запускать там 30 дронов по Москве, да? Которые точно не долетят, и это все абсолютно бессмысленно. А все эти 30 дронов на такмак бросят. Как версии? Не стоит пускать дроны по Москве? Ну, ты же видишь, сколько они уже лет, месяцев их пускают. Есть какой-то результат? Чисто пропагандистский. Ну, один раз там в Кремль попали, помнишь? Ну, да, да. А больше не понятно, откуда те дроны, которые попали в Кремль. Непонятно, откуда же пропагандистского эффекта не имеют. Вот ты читаешь сообщение о том, что вот сбит дрон под Коломны, и что? У тебя что-нибудь там внутри переворачивается? Ты наливаешься, так сказать, гордостью за Буданова? Да нет, пожалуй, что нет. Ну, пустая трата денег, энергии там и так далее. Все это, так сказать, должно быть подчинено прагматическим целям. Вот есть токмак, вот расхерачить его, так сказать, в яму, в одну большую. И тогда его брать не надо будет, потому что не будет железнодорожного узла. Ну, к сожалению, мы же видим, что очень часто вот эти вот пропагандистские цели, они являются придуманными, да? Ну, потому что, знаешь, такое дело. Они в результате работают, ну, скажем так, очень вообще распространенное явление, когда разного рода начинания рассчитаны исключительно на внутреннее потребление. Вот все потом пишут, ура, ура, значит, наши дроны долетели до Москвы. А в Москве об этом, увы, никто не знает. Потому что стоит информационная блокада на этот предмет, правда? Ты, слушай, я бы... Да, слушай, даже если бы не стояло. Москва слезам не верит. Ты же знаешь, он у нас в Москве, когда еще мы там с тобой жили, да, там дома взрывались, ты помнишь? Да. Ну, и сильно москвичи переживали по этому поводу. Не, ну, когда в 99-м году дома взрывались, пережимали сильно. Да я знаю, что вышли на улицы с демонстрацией. Нет, на улицы не вышли, это правда. Вот тебе весь хер до копейки. Но переживали сильно. Да, за себя, а не за тех, кто... За себя, конечно. Ну, так вот. А тут, так сказать, какой-то дрон летел, сбили, упал в лесу, плево. Или врезался в угол дома. Да, ну, не о чем. Нет. Москва слезам не верит. Уровень эмпатии, так сказать, нулевой. Рассчитывать на то, что там народ взбунтуется и пойдет Кремль брать, это, так сказать, иллюзия. А вообще способен народ взбунтоваться и пойти Кремль брать? Как ты думаешь? Что должно для этого произойти, чтобы... Русская история дает примеры таких бунтов? Ну как, вот хлебушка не подвезли дешевого... Я еще не помню ни одного бунта в России, который бы добром кончился для России и для ее народа. Да и для всего человечества. Вызывать этот бунт, это же не будет бунт, который возглавит ангел с крыльями, которая придет и сразу начнется свобода, равенство, братство. Давайте обнимемся. Это будет кровавое месиво. В феврале 17-го не сразу кровавое месиво-то началось все-таки. Я говорю, в феврале 17-го кровавое месиво не сразу началось. Был бунт, потом как раз было равенство, братство, восторг. Ну, сложно сказать. А Корниловский мятеж. Ну, это потом уже. Ну, я понимаю, продолжалось, продолжалось. Все это продолжалось, продолжалось. Знаешь, всякая революция начинается с каких-то заседаний, с прокламаций, с красивых лозунгов, а выливается все это в кровавую баню. И в войну гражданскую всех со всеми, которой никто на самом деле ее не управляет. Понимаешь? Понимаю, понимаю. Этого джина, если выпустить из бутылки, это вот и есть будет тот самый бунт. Бессмысленный и беспощадный. Поэтому может ли народ восстать? Может, наверное. Может. Но хорошо ли это? И кончится ли это добро для тех, кто этот бунт пытается спровоцировать? Я не знаю. История не знает примеров, когда такого рода бунты заканчивались добро. Потому что в них революция закончилась. Я спрашиваю, я говорю, третий раз тебя спрашиваю. Тупик? Тупик? Тупик, никаких надежд на перемены? Или чисто эволюционным путем? Ну, я могу тебе сказать. Вот давай вспомним, да, что в девяносто восемьдесятом, пятом году, да, когда еще Черненко был жив в самом начале. У меня тоже было ощущение тупика. А оно, видишь, как развернулось. И кто бы подумал, что этот косноязычный мальчик из Ставрополь все вот так вот все вывернет. И какой созидательный потенциал вылезет? Ну, ненадолго. Ну-ка. Дай бог лет на пятнадцать-двадцать хватило. Что такое пятнадцать-двадцать лет в масштабах нашей жизни? Это наша молодость же. Это молодость, да. Но нет. Это наша молодость, она была самая прекрасная. Нет, вспомнить об этом, конечно, приятно. Двадцать лет, ты что? Сколько чего наворотить? Ты что? Так даже и сейчас, вот, так сказать, посмотри. Вся устойчивость путинской экономики, вся ее неподвластность с санкциям и так далее, и так далее, она же вся из той экономической модели, которая была построена в девяностых, вылезала. Была бы она, так сказать, советского типа, дирижистская плановая экономика, она уже давно развалилась. Ну, хорошо. Есть отдельная тема, которую хотел с тобой обсудить. Ты вот тут гневался шибко по поводу вот всей этой истории с признаниями Давида Арахамии относительно того, что вот чуть ли не договорились о мире с Путиным, Путин там что-то пообещал, а потом приехал гад такой Борис Джонсон и отговорил украинцев от заключения мира. Ты веришь в то, что Путин действительно хотел вывести войска в обмен на отказ Украины от вступления в НАТО? От перспективы даже вступления в НАТО до вступления в НАТО еще далеко-предалеко. Ну, ты, как всякий журналист, хочешь каких-то вот контрастных оценок. У меня их нет. Верю ли я? Ну, ты скажешь, что такое верю? Верю – это же категория бесплотная. Верю, не верю. Я скажу так, я не исключаю это. Нужно было до конца воспользоваться такой возможностью. Не надо было хлопать дверью и уходить с переговоров. Пускай бы Путин уходил с переговоров. Понятно, в чем дело. В тот момент, в апреле 22-го года, насколько я понимаю, я же смотрю на это своими глазами, глазами, так сказать, человека, который более-менее понимает, как функционирует российская экономика. Путин стоял перед дилеммой. Значит, блицкрик провалился. Он уже больше месяца, так сказать, пытается наскоком взять Киев, у него ничего не получается. И, видимо, уже к тому моменту он понял, что не получится. И нужно переходить к длинной, изнурительной войне, перестройке экономики, запуске, так сказать, все этого ВПК по полной программе и так далее, и так далее, и так далее. Это огромная проблема. Более того, если он далеко будет залезать в этот конфликт, у него будет все меньше и меньше шансов договориться с Западом, договориться о снятии санкций и так далее, и так далее. Пока в этот момент, в начале апреля, у него, у Путина, я пытаюсь, так сказать, с его позиции оценивать, еще есть возможность превратить это все в некую, так сказать, акцию устрашения, что, типа, я вот погрозил пальчиком, и украинцы, так сказать, отказались вступать в нас. А дальше, когда он уже будет залезать в фронтальную войну, которая так или иначе превратится в такое месиво, в которое она превратилась после этого, это, во-первых, будет ему стоить огромных денег, во-вторых, это будет требовать перестройки всей экономики, в-четвертых, это будет означать окончательный бесповоротный разрыв с Западом, это попадание в зависимости от Китая и огромное количество последствий. И он должен был принять решение, переделать этот переход или нет. Поэтому вот в этот момент, наверное, у него были мысли, а может быть и хер с ним, так сказать, они, так сказать, формально согласятся не вступать в НАТО, я отползу на границы 23 февраля 22 года, и мы, так сказать, заменем для ясности. Я объясню, что я все это начал для того, чтобы они нейтральный статус сохранили, а украинцы своим объясняют, что русские сунулись, а мы им по зубам дали. А в нейтральный статус, а что мы проиграли? Мы и сейчас в нейтральном статусе. Мы просто его подтвердили лишний раз. Вот и все. Это, скажем так, не бессмысленное рассуждение. Поэтому в этот момент вставать и сказать, а мы теперь всякие переговоры прекращаем и уходим, ну, это согласись, это ау, парень, ты что? С какой стати? И потом, я же еще раз говорю, есть огромное количество причин. Мы не верили русским и так далее, и так далее. Хотя мне не очень понятно, так сказать, если вы видите же, русским тоже выгодна эта договоренность, почему бы им не поверить? Ведь они же это дело будут исполнять не потому, что они вам обещали, а потому что это ему-то выгодно. А я думаю, что все бы поддержали это. И внутри общества поддержали бы, и подыграли бы Путину, сказали, да-да, ты молодец, ты победил, и так далее, и так далее. Лишь бы ты, так сказать, закончил. Но это выгодно и Украине было. Поэтому я не очень понимаю вопрос доверия. Но там есть масса других причин. Но поражает то, какие причины назвал Арахами. Вот что меня возмутило. Наверняка есть там десяток причин, почему, так сказать, нужно было не соглашаться на предложение русских. Ну, я в любом случае не признаю аргумент, поэтому уходить с переговоров. С переговоров не надо, уходить никогда. Никогда. Веди, не соглашайся, упирайся. Ну, зачем уходить? Я чуть позже объясню, почему нельзя уходить в переговорах. Но самое главное, вот эти причины, которые он назвал. Потому что у нас в Конституции записано. Ну, это же вообще какой-то лошадинный аргумент. Сами записали, а теперь говорят, что теперь ничего изменить нельзя. Это как Путин, который говорит, а что же я теперь могу сделать, если Запорожская и Херсонская область у меня в Конституции записано? Что это за бред? Это еще за аргумент. Я говорю, были бы это, так сказать, Моисеевы законы, которые там Господь спустил. Ну, тогда да, как вы их поменять можете? Никак. А тут вы сами, так сказать, три года назад эту поправку внесли, причем идиотскую совершенно. Вот у меня всегда вопрос. Я говорил уже, я недавно читал интервью бывшего помощника президента США по национальной безопасности Болтона. Он был помощником Трампа, если ты помнишь. Да, да, Болтон. Республиканец, ястреб такой. Дядя еще, который с Рейганом работал, да? Да, да. И он говорит... Знаем такого. Да, это, кстати, Костя Эйгер. Это очень хорошее интервью с Болтоном. Вот. И там он говорит, вы знаете, а я, говорит, вообще не исключаю, что Трамп примет решение о выходе из НАТО. Вот. И вот у меня вопрос в связи к украинцам. А если Америка выйдет из НАТО, вы тоже будете... Вы по-прежнему будете ходить в НАТО? У вас в Конституции записано? Что же вы поделать можете? Вы должны будете вступать в НАТО. Что это за аргумент? В Конституции записано. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да? Ладно бы там была записана декларация прав человека, гражданина. Это вещь серьезная. Вот. А тут взяли на коленки какую-то, так сказать, конъюнктурную вещь записали, которую Порошенко вкинул в Раду для того, чтобы, так сказать, свою избирательную кампанию на этом построить. Ну, все прекрасно знают, даже те, кто, так сказать, оппонировал тогда Порошенко, откуда взялась эта формулировка. И теперь они, так сказать, из нее священную корову лейли. И ради этого готовы угробить херовую тучу людей. Понимаешь? И при этом за эти полтора года они никуда не продвинулись в НАТО. Ну, хорошо, вы сохранили эту формулировку. И что? Вы за полтора года куда-нибудь продвинулись? Вы где были там? Стояли с этим НАТО? Ну, не совсем. Ну, что не совсем? Ну, то же самое. Ну, ничего не прибавилось. Вильнюсский саммит ничего не добавил. Так, бла-бла-бла. По факту, так сказать, никакого статуса, так сказать, не изменилось у Украины. Ну, это детали. Это первое. А второе, говорит, приехал Джонсон. Жень, ну, это же вообще никуда. Ну, что это такое? Будем, говорит, воевать. Ну, воюй. На тебе ружье. Иди в окол. Что это за аргумент? Нет, ну, это в изложении Арахами так было. Нет, ну, это и говорю. А дайте другое изложение. Другого-то нет. У нас в игре только изложение Арахами. Больше ничего другого нет. Зеленский на этот счет молчит. Он не объясняет, почему он ушел в переговоры. Может, еще объяснить. И Арахами не опровергает, заметьте. Прошло уже там 4 дня с момента, как Арахами, так сказать, нам открыл глаза. И ничего, никаких комментариев. Значит, он прав. И потом, кто знает лучше, чем глава делегации, почему он ушел? И что там на этих переговорах реально происходило? Ну, там были и другие люди в составе делегации. Глава делегации. Это он встал и ушел в переговоры. Там Арестович был. Там был и тогдашний министр обороны Резников. И где они все? Почему они не комментируют? Почему они не говорят, что Арахами не прав? Нет, значит, так оно и было. Значит, приехал Джонсон, так сказать, топнул ножку, сказал «Вперед, орлы!» И сказали «Все, все, сейчас мы Путина разгромим, граница 1991 года, никаких переговоров?» И этот аргумент «А я не буду, говорит, вести переговоры, потому что у меня запрещено вести переговоры с Путиным». А кто их запрещен? Я сам себе, я указ написал, что я не буду... Нет, это было позже. Ну, я понимаю, но тем не менее. Он же этот аргумент приводит. Только отмени свой указ. Ты его подписал, ты его отмени. Ну, знаешь, в твоих стройных рассуждениях есть некий изъян, на мой взгляд. Изъян этот заключается в том, что ты не учитываешь, мне кажется, то состояние, которое было в украинском обществе. Это состояние, продукт работы пропагандистской машины в том числе. А может быть, исключительно работы пропагандистской машины. Потому что мы помним прекрасно, как тот же Арестович, он за это кается сейчас, наговорил бочку арестантов украинскому народу про то, что не сегодня-завтра он победит. Что русские слабы, что мы их разобьем и так далее. Эти абсолютно безосновательные ожидания в голову украинскому народу вложила власть. Откуда власть это взяла, совершенно непонятно. Джонсон рассказал. Нет. Нет. Дело не в том, что говорил Арестович. Дело в том, что открылось украинским гражданам, украинскому народу, когда взошли в бучу, в ордер, это я помню прекрасно. Я с тобой согласен. После этого, после этого, как можно было с этими людьми продолжать вести переговоры? Смотри, 7 октября сего года в Израиле случился страшный террористический акт, атака, вылазка Хамаса. 1400 человек было зверским образом убито. Сохранилось огромное количество свидетельств, как это происходило в режиме реального времени. Да. Все израильское общество это видело своими глазами. оно пришло в ужас. Каждой фактически израильской семьи коснулась этой трагедии. Либо, так сказать, напрямую, либо через два рукопожатия. Кто-нибудь против того, что, так сказать, Израиль ведет переговоры с Хамасом об освобождении заложников? И о снабжении, так сказать, гуманитарными и так далее, и так далее. Власть не имеет права на эмоции. На эмоции имеет право обычный гражданин. На эмоции имеет право депутат, наверное. На эмоции имеет право журналист. Тот, кто принимает решения, за которыми стоят жизни людей, это робот, который лишен эмоций вообще. А если ты позволяешь своим эмоциям, так сказать, тобой управлять, уходи с этой должности. Она не призназначена для эмоций. Да, но политик не может не учитывать настроение в обществе? Политик должен чуть-чуть смотреть вперед и понимать, что эти настроения могут измениться. Они не будут постоянными. И потом с тебя спросят, почему ты ушел с переговорами? Те же самые люди, которые требовали у тебя уйти с них. Хотя, кстати говоря, никто не требовал от Зеленского уйти с переговоров. Никто. Я не помню посыла в украинском обществе уходи с переговоров. Там могли быть посылы не договаривайся вот об этом. Вот это условие для нас неприемлемо. Так не договаривайся, а вот так договаривайся. Так было. Не я это очень хорошо помню. В украинском обществе тогда было много вопросов по поводу этих переговоров. И эти переговоры практически никак не комментировались. Вот в этом был еще важный нюанс. Фактически существовал почти полный запрет на какие-либо публичные объяснения и комментарии по ходу переговоров. Жень, значит вполне возможно Я говорю у раба среди массовой информации. Я что хочу сказать. Понимаешь, вполне возможно, что были разумные аргументы почему вопреки желанию общества знать детали ход переговоров был в общем засекричен. Но тогда обращаю твое внимание на несоответствие двух вещей. То есть здесь прагматизма власти хватило и даже несмотря на настроение общества они эти переговоры засекретили. Было ощущение, что они боятся рассказывать о ходе переговоров. В ходе переговоров могут быть использованы самые разные аргументы. В том числе и хитрости, в том числе и вещи, которые потом будут восприняты как дезинформация противника и так далее. И зачем же это делать достоянием общественности? Это же ход переговоров это такая тонкая ткань. С общества надо ознакомиться с результатами переговоров. И я поэтому восхищен. Значит ага здесь у вас хватило прагматизма и вы закрыли информацию о ходе переговоров. Так почему у вас не хватило прагматизма пойти против мнения общества и продолжить хотя бы и в закрытом режиме. Здесь вы пошли на поводу утолпы. Здесь у вас настроение кстати я еще раз подчеркну не было таких настроений. Говорили не договаривайтесь с ними на границе 23 февраля 22 года. Договаривайтесь с ними о полном освобождении и так далее. Там может быть было такое давление но не было давления уходить из переговоров. Это новация которая родилась на самой банке. А мы тогда вообще и запретим с Путиным разговор. Ай какой я молодец. Я очень хорошо помню что тогда многие сторонние наблюдатели подчеркиваю сторонние наблюдатели говорили что российская сторона вступила в эти переговоры исключительно для того чтобы выиграть время подтянуть резервы и начать следующую логуру. Это же не боевые действия. Да. Да. поэтому что выигрывала российская страна не очень понятно. Нет. Боевые действия начали захлебываться истощились резервы операция была рассчитана на короткий срок времени. И в этот момент Путин должен был понять ему переходить в тотальной войне или делать вид что он достиг того чего хотел. А разве у Путина были хоть какие-то внешние проявления готовности к тому чтобы прекратить войну? Он все время тогда говорил о том что на этих переговорах на которых на кону стоял вопрос о прекращении войны. Мне кажется что тогда Владимир Владимирович просто излучал уверенность в том что сейчас мы чуточку еще поднавалимся плечиком и достигнем всей цели. Излучение чего-то там Владимиром Владимировичем никакого отношения к реальности не имеет. Господи что он там излучал? Жень ну ты же прекрасно понимаешь что нельзя было с переговоров уходить. Вот я тебе приведу простой пример. Вот тут я недавно смотрел диалог латыниной с подалеку. Она ему задает вопрос там такой а с чего вы взяли что Путин хочет переговоров? А с чего вы взяли что Путин готов на это согласиться? А с чего вы взяли? Это подалек сплашивает платунику. А я бы на месте латыниной спросил подалека а так это вы должны нам сказать? Это же вы ушли с переговоров. А если бы вы не ушли вы бы знали хочет он или не хочет. Вот хотя бы поэтому не надо было уходить с переговоров. Чтобы вот эти дурацкие вопросы не задавать. У латыниной а с чего вы взяли? А с чего вы взяли что не хочет? Хочется спросить. Вы у него спросили? Если бы вы были на переговорах вы бы перегнувшись через стол я не знаю какой-нибудь Арахами у кого-нибудь Абрамовича бы спросил. Рома а что там насчет вот такой идеи? Пойди спроси. Все завтра бы знал ответ. А может Путин не говорил? Может быть в этом еще была проблема? Не понял. Ну там не было на этих переговорах там были какие-то странные люди. Я понимаю. Мединский глава делегации еще А что думает Путин никто не знает. А он молчит. и тогда бы подаляк и сказал да вот мы запросили на переговорах а на переговорах нам ничего не ответили они не могут выработать позиции потому что Путин думает Чапай думает понимаешь ну он даже это сказать не может он на латыниной спрашивает а с чего вы взяли что Путин готов на переговоры так кто должен лучше другого всех знать готов Путин на переговоры или нет как ты подаляк ты должен это знать как представитель власти ну может эта фигура речь такая я понимаю прекрасно да и вообще так сказать это классический способ ухода от ответа отвечать вопросом на вопрос он же блестяще ушел от ответа на вопрос на который у него нет ответа но сам этот прием он возник именно от чего от того чтобы не ушли с переговоров они не знают позиции россии вот это вот утверждение а путин не хочет мира кто сказал вот эти вот разговоры про то что он там в пк свое там раскачал до каких-то невероятных масштабов и так далее так далее а чё тогда так сказать северную корею побираться ездит а чё тогда он так сказать я вот писал если ты читал мой последний пост да армянам уже проплаченный контракт на поставку пво не выполняет причем прямо говорит а нам самим надо нам на фронт это надо поставить почему он индус он таскать опять в очередной раз передвинул поставку с 400 тоже уже проплаченный контракт они должны были еще в двадцать втором году поставить теперь они на двадцать четвертый передвину я думаю еще перед и чего из калининграда снимают бросают на фронт вот кстати говоря повара повара было калининград сейчас можно бомбить вообще без проблем у них там нет полу а бомбить так а ленинград будет украину кто беспилотники на москву пускают бессмысленно который боскута они точно защитят ну защитят или насчитать это большой вопрос потому что как говорят противоакетная оборона москвы не шибко приспособлено но она хотя бы лотиками жизнь она хотя бы есть а тут вот снимают и переставляют на фронт понимать это что значит полуона это бы вы пока наращивает оборот где данных наращивать он танковый завод в челябинске взорвался вчера и горит я уж не знаю там говорят к этому подстанция взорвала всем там газохранилище не знаю вот очень часто подстанции стали загораться и взрываться ой же ну окей пускай это будут украинские диверсанты может быть действительно такое совпадение эти тектогенные катастрофы они же должны были когда-то начаться ведь инфраструктура ветшая если долго и долго не инвестировать это рано или поздно сказать это должно начаться массово массово а что такого массово ты просто раньше не следил за этими техногенными катастрофами а теперь следишь ну да это правда раньше не не уделяли такого этому внимание и порой не возникало сказать там типичный довоенный какой 17 18 год и вот сейчас вот количество техногенных аварий такой статистики нету поэтому я я еще раз говорю это вопрос темперамента и собственного желания можно относить это к деятельности украинских диверсантов а можно списать на обвешание отыскать инфраструктуры все зависит от от кочки зрения ну хорошо так ты обещал рассказать почему с переговоров никогда нельзя уходить так вот я ровно тебе было бы я вот когда пропал подалека тебе говорил про это я вы поэтому я тебе рассказал что тогда ты будешь знать когда ты не будешь спрашивать другим ты будешь знать позицию противник нужно переговорах ты с ним поэтому ты с ним каждый день общаешься и знаешь его позиции если только он не молчит как рыба и не отвечает на вопросы слушай ну что-то он все равно будет отвечать потому что ему же тоже интересно от тебя знать твою позицию поэтому если то он будет молчать то и ты будешь молчать а и он не заинтересован в том что ты молчал поэтому он будет те что-то говорить что-то отвечать и потом я еще раз говорю с учетом того что вот мы только что сейчас говорили про все эти сказки про рост российского впк наверное она как-то растет наверное что-то там какие-то винтики подкрутили каких-то денег туда на накачали там кого-то сняли с работы кого-то посадили и там что-то зашевелилась но сам потенциал этот я его очень хорошо понимаю у него там потолок очень близко там нельзя это все в разы увеличить понимаешь возможно даже если ты перейдешь на работу в три смены огромное количество последствий требуется пушка это же не отливка какая-то это же там огромное количество комплектации там электроника оптика резина высокая химия там разные доски виды металлов там цветной металл точная так сказать прецизионная обработка слова огромное количество так сказать всевозможных вещей и тысячи заводы по комплектации связаны по повод и разговаривать нечего но даже по танку по любой так сказать более менее серьезной электроники по ракете по почему угодно и и это нельзя увеличить вот так вот по мгновению чем изов приехал топнул ножкой и сразу ставила заработать два раза быстрее так не работают да даже за два года эту таскать махину не раскачать понимать вот эти все все эти иллюзии про то что искать экономика быстро перестраивается они все из сталинского мифа про там железных наркомов которые за уралом вторую экономику просто ну это тоже сталинский миф которым про скормили и мы в него свято верим понимаешь вот потому что так сказать если разобраться со статистикой выяснится что все эти сталинские наркомы помогли победить только лишь потому что так сказать конвои американские да даже если так идти правда что они какой-то завод за уралом запустили да туда легированные стали всякие присадки электронику оптику и так далее все шло из-за океана этот завод просто там сборочным конвейером не говоря уже о том что просто готовое оружие приходи и прочее прочее понимаешь вот там есть огромное количество пример вот вся легированная сталь а без легированной стали ни одного пулемета выпустить нельзя ни одного пистолета ни одной пушки понимаешь вся легированная стали все все так сказать присадки к ней все вот эти добавки там хром и никель и прочее прочее все шло и заменит да это выплавлялась так сказать на российских металлургических заводах это далеко не все но без этих присадок это было бы просто чугун или просто железо как для гвоздей из этого пушки не сделают и поэтому так сказать ну понятно что в америке там раскачала свою промышленность но начав ее раскручивать еще в тридцать девятом году раскачал это как сорок пятом и там начала там чуть ли не каждые два дня эсминец на воду спускать понимаешь а мы хотим чтобы через полтора года так сказать все заработал но так не бывает и поэтому на западе они никак раскачаться не мог и в америке никак раскачаться не могут все свои склады выгребли и теперь таскать пытаются нарастить производство но почему если таскать западная промышленность ее менеджментом с ее деньгами и так далее не может быстро почему вы решили что русская то раскрутиться да конечно что-то они сделали в отличие от украинцев который вообще ничего не и в этом смысле их преимущество но без корейских снарядов они никакой авдеевки бы не могли устроить вот это вот корреляция между авдеевской и корейскими снарядами она же очевидно окончится этот миллион вот они искали говорю в двадцать втором году они выпустили 11 миллионов снарядов ну и что они сильно продвинуть ну взяли они таскать севердонецк с лисычанском взяли бахмут это все это бахмута не в этом году взять 11 миллионов снарядов же корейцы дали им один один а своих они выпускают полтора вот и все понимаешь поэтому да безусловно так сказать украина находится в тяжелейшем положении потому что она за полтора года вообще никак не раскрутила свой опыт но там разрыв не вы не 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 бешен там бешеный разрыв только в людям в человеческом потенциале в оружии там разрыв не бешеный и поэтому совершенно прав заложенный когда говорит давайте мы перейдем позиционного не дайте стратегическую оборону встань и будем просто так сказать истощать противника полномерно так сказать уничтожать все его тылы склады живую силу и так далее так далее да это война тяжелая длинная опасная и она имеет право на считание только тогда когда хорошо защищено небо когда защищены украинские города и именно поэтому если ты обратил внимание запад сегодня делает акцент на укрепление прежде всего и вот когда f16 придут то я думаю что было бы разумно их прежде всего использовать как элемент а не для атакования а так на русских позиций тем более что их придет немного а 10 12 15 20 f16 для того чтобы закрыть украинское небо дополнительно к панцирем айрисом и насамсом и всем и прочим там гепардов этого будет достаточно ну судя по заявлению представителей украинских военных они именно для пво в первую очередь вот вот это разумно там игнат представитель как раз сил пво про больше всего на эти темы последнее время высказывается да и если так сказать вот этот показатель 95 процентов будет достигнут тотально то есть все атаки будут именно с таким показателем отражаться и не только без пилотников но и крылатых ракет и баллистических дай бог ну тогда совершенно спокойно можно переходить позиционной войне путин ее не выдержит западная промышленность будет потихоньку перестраиваться наращивать выпуск и и все равно таскать передавит и по качеству и по количеству и боеприпасов и техники русскую промышленность как бы она не старалась у него ты поймешь ну 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 в разы в разы русская экономика меньше запада фразы ну смотри этим приведу простой пример вот русская экономика да по ввп если даже по ппс брать там порядка 4 триллиона 38 39 а только одна экономика евросоюза без америки без великобритании без там других по союзников только евросоюз это порядка 16 4 раза больше 4 раза больше плюс практически такая же если даже не больше американская экономика ну то что русским нужно таскать потратить там я не знаю 50 процентов бюджета это означает что западу надо будет на это потратить 8 раз 8 же а если сюда добавить японии да про японию мы совсем не говорим ну экономически она же часть запада австралии а канаду австралии канада великобританию который ты не упомянул великобритания южной кореи и так далее там вообще будет таскать разрыв фантастически уж не в 10 лет даже тайвань удар конечно конечно поэтому я думаю что путин это понимать у него нет игры понимаешь у него нет хорошей игры он может только вот каким-то нахрапом может каким-то таскать страшилками и так далее и так далее если его загнать в позиционную войну он ее проиграет как проиграла германия в восемнадцатом году стоят искать в 100 километрах от парижа кончилось кончился ресурс ну да практически ведь не было оккупированных германской территории в семнадцатом году вступила в войну на стороне антанты и игра была сыграна соревнования экономик очевидно германия проигрывал без этого она могла еще победить но после того как соединенные штаты вступили в войну все ну все таки я хотел бы еще два слова сказать если угодно защиту бориса джонсона ну давай говори нет ну послушай все таки надо отдать ему должное что тогда он еще будучи премьер-министром великобритании при всех тех ошибках которые он совершил при всех тех вопросах которые были к нему со стороны британского общества со стороны британского истеблишмента он все-таки первый из лидеров больших западных стран смело приехал в киев произвел там фурор зеленским демонстративно гулял по центру города и это страшно приободрило и самих украинцев и всех остальных и после после этого его примеру стали следовать очень многие западные лидеры разве нет да да я не очень верю в то что вот он взял сказал зеленскому вот будут честно говоря ну как то вот не верится мне в то что поговорил зеленским о том какие там ведут переговоры и сказал ему а пошли ты их нафиг давай будем воевать это какая-то такая вот история в которую в странной ситуации мы с тобой при этом разговоре не присутствует это правда есть свидетельство арахами что такое событие имело место ты говоришь я в него не верю я говорю а я верю ну вот что нам еще говорить это очень в стиле джонсо мое мое представление о нем именно такой человек позы человек искать жеста чтобы потом было что описывать мемуары он же фактически открыто говорит я стал премьером для того чтобы потом это описать в мемуарах я журналистом родился журналистом умру знаешь политики жесты поза тоже иногда играет роль иногда играет роль но в данном случае это не сыграли вот такую роль хорошие это роли или плохая я не знаю во всяком случае у него точно не было полномочия от запада от имени запада говорить уходить из переговоров мы вам за вам поможем мы вас завалим оружием и так далее что завалить если бы это байден сказал я бы еще понимал потому что у байдена есть возможность одному за меня без всякого другого своих союзников завалить украину оружие но у джордана точно джодсона у точно такой возможности нет и она не появилась ниоткуда и он не завалил украину оружие да они поставляют эти шторм шедоу и так далее и так далее но 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 это и все какими-то так сказать фантастическими поставками англия не отличилась она даже не вторая спонсирование украины и вот это вот понимание я я даже удивляюсь не столько джонсону для меня он абсолютно понятен да и отношение нынешних англичан к нему тебе тоже наверное известно меня удивляет украинцы которые выслушав этого человека вдруг неожиданно решили что он уполномочен всем западом давать такого рода обещать вот откуда откуда это наивность откуда это непонимание вот вообще роли джонсона во всей этой истории тогда ну ты с ними трубку спроси байдена байдер вот тут джонсон приехал говорит мне уходить с переговоров как ты считаешь надо это сделать или а может он позвонил и спросил и байден сказал пускай скажет об этом что это так сказать была позиция не только джонсона на всех наших союзников включая байден и на другой разговор тогда у нас есть искать основание предъявы делать искать союзникам что же вы таскать помешали украине закрутить мира теле оружие не дает но он этого не говорит значит этого не было но согласись что киевские власти не прошли бы мимо такого аргумента так сказать они не приведя его если бы у них была возможность говорить что запад обещал нам оружие вот смотрите за даже сказал уходить из переговоров потому что мы вам поможем ну на самом деле поставки тяжелых видов вооружения начались именно тогда весной я помню в середине лета появились и гаубицы 777 правда это правда но ты что понимаешь что эти поставки не могли начаться одномоментно вот джонсон сказал байден подтвердил и послезавтра уже приехали после этого не значит вследствие этого ты что хочешь сказать что эти поставки бы не начались переговоры продолжали не знаю ну и я не знаю я думаю что это мало связанные вещи поставки начались потому что украина показала что она может на равных сопротивляться агрессор да это была главная причина когда почему их не было самого начала потому что запад не верю что украина состояние оказать сопротивление когда украина показала что она в состоянии оказать сопротивление а ну тогда другой разговор вы оказывает что-то можете вот на тело мару в некотором смысле тогда так совпало потому что с одной стороны там шли какие-то переговоры в стамбуле а с другой стороны на фронте украинские войска показывали способность сопротивляться и даже побеждать в жизни много чего совпадает вот приход путина власти совпал к сожалению с ростом цен на них это правда и все наши беды ровно от этого сказать страшного совпадения которая казалась поначалу очень хорошим муж как наконец-то заработали реформы наконец-то мы получили свой приз ура понимая как бы наоборот а если бы цены на нефть не упали восемьдесят шестом году до восемьдесят пятом то может быть и никакой перестройки будет я думаю что все равно была бы но я думаю все равно была бы ты же знаешь что если бы если бы не тот рост цен который случился я прошу прощения если бы не тот рост цен который случился в начале семидесятых годов то советская экономика быть может пришла бы упадок гораздо раньше там же тоже были совпадения вот нам нравится это или нет там косыгинские реформы из-за этого захлебнулись из-за того что открыли нефть в западной сибири да ну и открыли чуть раньше то что запад решил покупать эту нефть запад решил покупать эту нефть потому что арабские страны устроили эмбарго а эмбарго устроили потому что израиль победил в войне и ем кипу ну вот в некотором смысле вообще вся история это цепочка таких вот иногда досадных совпадений иногда очень приятных по-всякому бывает ну да а иногда одним приятным а другим неприятным одно и то же явление так извини пожалуйста прежнего рост цен на нефть в начале семидесятых был приятен а косыгину неприятен ну что ладно ладно давай мы сегодня может быть чуть раньше закончим потому что всякие срочные дела у нас сейчас возникают спасибо всем кто нас смотрел и мы непременно вернемся в том числе и к нашим прерванным временно устным мемуаром мы вас не обманем не не добьем добьем этот вопрос спасибо всем кто нас смотрел и всего всем доброго и хорошего до свидания